Заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня. Как проходит повышение квалификации? Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. Казанский федеральный университет с визитом посетила делегация Республики Казахстан во главе с Акимом Усть-Каменогорска, Жаксылыком, Мукашулыком, Амаром. Также с рабочим визитом Казанский университет посетил советник посольства Киргизской республики в Российской Федерации Эрмек Кыштабаев. От лица Казанского университета на встречах присутствовал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. В начале мероприятия гости посетили отдел рукописей и редких книг, после чего состоялась экскурсия в Музей истории Казанского университета, где подробнее рассказали о истории вуза и познакомили с его структурой. Заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня вместе с президентом республики Татарстан Рустамом Менихановым. Как прошла встреча и какие вопросы были затронуты, узнаете в сюжете моей коллеги Аделина Абдрахмановой. 17 января состоялось заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеродов планеты на базе Казанского федерального университета под председательством главы республики. На встрече присутствовали президент республики Татарстан Рустам Мениханов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и руководитель научного центра мирового уровня Данис Нургалиев. В состав участников также вошли руководитель аппарата президента республики Татарстан Асгад Сафаров, помощник президента республики Татарстан Ренат Галиев, министр промышленности и торговли республики Татарстан Олег Коробченко, министр образования и науки республики Татарстан Ильсур Хадиулин, генеральный директор Татнефть Наиль Маганов, генеральный директор Татнефти Химинвестхолдинг Рафинат Юрулин, руководитель Центра добычи углеводорода Сколковского института науки и технологий Михаил Спасенных, директор по науке «Газпромнефть» Марс Хасанов и другие представители научно-образовательных организаций и промышленных предприятий. В Татарстане функционирует одна из десяти научных центров мирового уровня, созданных в России по приоритетам научно-технологического развития. Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, расцветки и освоения залежей углеводородного сырья. Центр мирового уровня был создан в конце 2020 года на базе Казанского федерального университета по направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов». Главные задачи центра – проведение научных исследований, создание технологий, методов улучшения нефтеотдачи, обеспечения России дешевой и экологической нефтью. Центр создан в целях осуществления прорывных исследований, фундаментального поискового характера, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости. По направлению «Экологически чистой ресурсоизберегающей энергетики» наш проект получил поддержку от консорциям из четырех университетов – Казанского, Губкинского университета, Уфимского университета и Сколтеха. В рамках научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» ученые Казанского университета выполняют десятки проектов, связанных с созданием новых инструментов исследования залежей нефти, мониторингом их разработки на основе сквозных технологий, нейронных сетей и искусственного интеллекта, анализы больших данных. Например, на Ромашкинском месторождении более 40 тысяч скважин, данные по которым по необходимым параметрам может обработать оперативно только искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях. Развитие научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» на 2020-2025 годы – это основной документ нашего центра. В нем представлены планы по научным исследованиям центра, сотрудничество с зарубежными организациями, развитие кадрового потенциала, в том числе реализация образовательных программ и программ дополнительного профессионального обучения. Можно выделить три направления развития НЦМУ. Первое – исследование бассейнов нефтегазонакопления, разработка технологий прогнозирования запасов углеводородов на малоизученных территориях, создание резервов извлекаемых запасов жидких углеводородов. Второе – исследование состояния и эволюции крупных и гигантских нефтегазовых месторождений на поздней стадии, создание и реализацию новой парадигмы их рациональной разработки. Третье – разработка эффективных технологий добычи запасов сложной структуры, сверхвязкая нефть, нефть карбонат коллекторатов, нефть плотных и нефтематеринских пород. Общая сумма финансирования научного центра мирового уровня составляет более 3 миллиардов рублей. Доля Казанского университета – более 1,8 миллиарда рублей. В этом году наша международная кооперация в образовательной сфере расширилась за счет новых проектов с университетами, научными центрами Китая, Турции, Азербайджана, Ирака, Саудовской Аравии, Малайзии, Мексики. Сегодня более 30% наших студентов – это граждане других стран. В конце заседания Денис Нургалиев подвел итоги работы центра, после чего президент Республики Татарстан Рустам Мениханов отметил, что создание такого рода научного центра мирового уровня помогает укрепить научную сферу в республике. Адалина Абдрахманова, Универньюз. Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена персидского региона. Насколько целесообразна эта затея и как можно ее осуществить, разбиралась наш корреспондент Карина Саяхова. Россия и Иран могут разработать общий стейблкоин, обеспеченный золотом. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского реала. По словам экспертов, создать такой токен с Ирана вполне уместно, потому что это более прогрессивная страна в плане криптоиндустрии. В этом году особая экономическая зона в Астрахани начнет принимать грузоперевозки из Ирана. Планируется, что на этой базе может заработать и токен. Смысл создания такой криптовалюты заключается именно в том, чтобы обойти ограничения во взаимных расчетах между Россией, Ираном и, возможно, другими государствами. Ограничения эти связаны с санкциями со стороны Европы, США, в связи с чем становится затруднительно использовать традиционные обычные валюты, доллар и евро в международных расчетах. Центральный банк России выступал против использования криптовалюты в расчетах внутри страны, однако допускал, что они могут стать инструментом для внешнеторговых сделок. В декабре 2022 года Центральный банк объявил, что запустит пилот с заинтересованными участниками рынка. На данный момент криптовалюта в России имеет законодательную основу. Единственное, что запрещено делать с криптовалютой на территории Российской Федерации, это использовать ее именно в качестве средства платежа. В целом, на экономике России введение подобного механизма отразится, наверное, положительно, поскольку позволит обойти те неправомерные ограничения, которые были против России введены. Технически такие платежи несложно организовать. Вопрос только в том, где хранить золото для обеспечения и кто будет играть роль банков-посредников, если стороны все же решат обменять токен на фиат. Карина Саяхова, Универньюс. Как ученые Казанского Федерального Университета разрабатывают соединения, направленные на борьбу с раком? Расскажем далее. Доцент кафедры высокомолекулярных и элементаорганических соединений Химического института имени Бутлера Казанского Федерального Университета Алексей Исалин изучает асимметрический синтез новых производных сисквитерпеновых лактонов с использованием органокатализа третичными фосфинами. Сами сисквитерпеновые лактоны распространены в природе, основным источником является растительное сырье. Издавна они известны человечеству благодаря своим полезным биологически активным свойствам. Особенно выражена у этих соединений противоопухолевая активность. И наш проект направлен на дополнительную модификацию этих соединений с целью понижения цитотоксичности сисквитерпеновых лактонов по отношению к нормальным клеткам и сохранения достаточно высокой активности в отношении отдельных линий раковых клеточных культур. В связи с ростом смертности от онкологических заболеваний, которые по статистике находятся на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний, данные исследования являются особенно актуальными для современной химии и медицины. Современные методы лечения, они хоть и используются, но все-таки отличаются недостаточной эффективностью, высоким уровнем побочных эффектов. И до настоящего времени еще не разработано и достаточно мало известно соединений, которые могли бы использоваться для специфической профилактики этих заболеваний. Потому что большинство соединений, они все-таки достаточно токсичны и не могут использоваться для этой цели, с целью профилактики. И мы считаем, что наши разработки позволят продвинуться в решении этой достаточно сложной и актуальной проблемы. Напомним, что проект победил в конкурсе Российского научного фонда. Грант исследования составляет полтора миллиона рублей ежегодно. Мировой опыт подтверждает, что успешное развитие ведущих организаций в большей степени зависит от наличия высококвалифицированных сотрудников. О том, как Елабужский институт помогает освоить современные способы работы преподавателей, смотрите далее. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовали курсы повышения квалификации для преподавателей Ожского государственного педагогического университета. 9 января гости из Киргизии прибыли в Елабугу и первым делом познакомились с инфраструктурой вуза. Посетили учебные аудитории, лаборатории, а также университетскую школу и дом научной коллаборации имени Камили Валеева. Для того, чтобы данные курсы прошли достаточно успешно, плодотворно, на высоком уровне, нами были привлечены специалисты из других образовательных организаций для проведения совместных занятий в рамках курсов повышения квалификации. На следующий день началась реализация самой образовательной программы, которая включает в себя несколько модулей. В рамках каждого из модулей преподаватели Елабужского института, а также приглашенные специалисты, познакомили коллег из Киргизии с опытом Казанского федерального университета в области подготовки педагогов физической культуры и спорта, а также педагогов по музыкальному образованию. Общая продолжительность курсов составит три недели. Помимо занятий в институте и знакомства с опытом различных учебных заведений, преподавателей Ожского педагогического университета ожидает обширная культурная программа, в ходе которой они смогут познакомиться с историей Татарстана и национальными традициями ее жителей, посетить музей и культурные учреждения Елабуги. Алина Красильникова, Айдар Нормеев, Неверньюз. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало очередные результаты МРЭЙД. На шестой позиции рейтинга медийной активности вузов России за декабрь 2022 года Казанский федеральный университет. В основе рейтинга – продуктивность деятельности высших учебных заведений по трем основным направлениям. Это работа со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok